Добрый день, участники Круглого стола. Я не буду останавливаться на тех моментах, которые мы уже дотронули. Дарья Михайлович подробно рассказала о том миграционной ситуации, которая у нас находится сегодня на территории нашего региона. В 2017 году наш университет стал опорным вузом, и в рамках программы развития университета у нас действовало 4 стратегических проекта. И вот одним из стратегических проектов, это было решение закредитованности населения Республики Калмыкия. И в рамках данного проекта, снижение закредитованности населения Республики Калмыкия, мы проводили анкетирование населения по вопросам закредитованности. Но решили на свое усмотрение внести туда вопросы, касаемые миграции населения. Я бы хотела осветить данный момент, о чем сейчас говорили, что статистика не улавливает скрытую миграцию, но тем не менее на самом деле есть статистические методы, которые на сегодняшний день пытаются решить этот вопрос. Вообще проблемы миграционного учета на сегодняшний день не стоят очень остро, не только на территории нашего региона, они стоят вообще в целом перед всеми субъектами Российской Федерации. Потому что та миграционная ситуация, которая складывается у нас в регионе, и, к сожалению, она точно такая же в Волгоградской области у соседей. То же самое происходит в Астраханской области. Поселение уезжает. Почему уезжает? Потому что ни для кого не секрет, у нас 80% финансов сосредоточены в Москве и Московской области. Поэтому здесь вопрос сам собой отпадает. И, в принципе, те мигранты, те люди, которые решились на среднесрочную либо долгосрочную миграцию, они проявляют лишь один такой фактор массовый. Это, конечно, экономические проблемы. В частности, это низкие доходы населения на сегодняшний день на территории республики. И есть еще такой момент, как учебная миграция. Потому что был такой момент, у нас тоже опять же подтверждение до 100 органов. У нас было, начиная с распада Советского Союза, три демографические ямы. И, то есть, получается, вот дети 90-х годов первые уехали массово учиться, и родители поехали вслед за ними. Потому что это один ребенок в семье, и, соответственно, отпускать одного – это немыслимо, плюс 2000-е, тяжелая обстановка в стране и так далее. Следующая демографическая яма наблюдалась в 2008 году. И далее – это 2014, 2015, 2016 года. Если их просмотреть, то они очень тесно связаны с экономической ситуацией в стране. Только как только кризис, так в стране происходит провал демографии. Здесь вот, опять же, недавно президент Российской Федерации выступал перед руководством субъектов Российской Федерации. И подчеркнул тот момент, что, к сожалению, в 2018 году общая численность населения Российской Федерации сократилась. То есть это факт, да. И единственный регион, который показал естественный прирост, такой массовый, не тот, который наблюдается у нас в регионе, это была только Чеченская Республика. То есть и он сказал, что всем руководителям необходимо взять на заметку и принять те меры, которые принимаются в данном регионе. Да, но здесь есть много нюансов и много моментов, с которыми мы не можем сравниться с Республикой Чечня. Хотелось бы остановиться более подробно. Также мне довелось побывать на Конгрессе статистиков в прошлом году в Росстате. И мы обсуждали такую проблему, в частности, это проблему учета мигрантов. Потому что, как уже не раз говорили о том, что у нас люди не снимаются с места регистрации. То есть не все люди заполняют листок убытия или листок прибытия по месту пребывания. Соответственно, чаще всего люди снимают с регистрационного учета только в случае, если они здесь продают недвижимость и есть возможность купить недвижимость в другом регионе. Но наш субъект, в отличие от других субъектов Российской Федерации, отличается тем, что у нас есть понятие возвратной миграции. Это наш большой плюс, наверное, я, допустим, считаю. Потому что население в любом случае через какое-то время стремится вернуться назад. Почему? Здесь очень много нюансов. Это и менталитет, родственные связи, все равно, как бы там ни было. Это и климатические особенности, потому что есть такое понятие, как зов предков и зов земли. Потому что в любом случае эта тенденция наблюдается. В рамках нашего исследования выборочного мы опросили 1830 домохозяйств. Понятно, что мигранты на данный момент они не находились на месте учета. За них отвечали либо представители домохозяйств, либо главы домохозяйств. Но в частности, в большинстве служб, конечно, главы домохозяйств, это были пожилые люди. И они отмечали одно, что дети уехали на заработки, то есть приезжают в любом случае, и они нас содержат. То есть есть еще такое понятие в науке, это как деньги мигрантов. Потому что у нас практически большая часть субъектов Российской Федерации, опять же, строится за счет денег мигрантов, учатся дети за счет денег мигрантов. И, соответственно, мы, в принципе, большинство регионов Российской Федерации, наш регион здесь, нельзя сказать, что у нас только мигранты, и все. Нет, на самом деле. У нас есть регионы-доноры, и есть регионы, которые принимают этих мигрантов. Вот, к сожалению, мы относимся к регионам-донорам, да, но, тем не менее, вот, разговаривали мы тоже со статистиками с Волгограда, они отмечали такой момент, что, допустим, волгоградцы, они чаще не возвращаются к себе, в Волгоградскую область. А мы отмечаем, что в любом случае все равно у нас, наше население может вернуться. То есть, я считаю, что, как раз-таки, наверное, перед руководством региона необходимо вот поставить такой момент, чтобы учебная миграция, она имела однозначно одну тенденцию, это возвратная миграция. То есть, чтобы студенты, отучившись и получив высшее образование, то есть, это уникальные кадры с уникальным образованием, могли работать у себя дома. Вот, вкратце, хотелось бы описать такой небольшой партнер современного мигранта, да, Чаще всего у нас миграция поддержана, вот здесь опять поддержу коллег, которые выступали ранее, о том, что чаще всего у нас, конечно, в миграции находится молодое население, это в среднем от 20 лет до 39 лет. Это наиболее подвижное население, которое готово к переездам. Здесь еще нужно такой момент отметить, у нас россияне, в принципе, не очень-то и готовы к миграционным процессам. Вот, допустим, взять американцев, американцы переезжают 12 раз за всю свою жизнь. Для них это нормальная тенденция, нормальные передвижения по стране. Это мы говорим только о внутренних миграционных процессах, межрегиональных. А россияне в среднем переезжают 5-6 раз за всю свою жизнь. Такая тенденция наблюдается. Вот современный меграт, это опять же молодой человек, повторюсь, в возрасте от 20 до 39 лет. Чаще всего, конечно, это люди, которые не привязаны никакими семейными узами вначале, да, вот своего такого миграционного пути, имеющие высшее образование. Здесь, как бы, они могут быть конкурентоспособными на рынке труда. И чаще всего, к сожалению, если говорить о пожилом возрасте, то это женщины трудоспособного возраста, опять же, либо уже предпенсионного возраста, которые находятся тоже в длительной миграции. И здесь вот таким выталкивающим фактором, опять же, для них является эта закредитованность населения. Потому что, опять же, по результатам рейтинга в прошлом году, к сожалению, Республика Коломыкия занимает 85-е место по уровню закредитованности населения. У нас 83% закредитованы. Естественно, возможность оплачивать эти кредиты. Причем, что здесь нужно отметить, что по просрочке кредитов у нас очень маленькая просрочка кредитов. То есть у нас население платит вовремя, в отличие от других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, у нас, видимо, население более ответственное перед банками кредитными учреждениями. И вот таким образом выезжают на заработки. И вот мы проводили тоже такое интервью с одним из мигрантов, то есть женщиной. Она отметила такую тенденцию, что она работает в Москве в Доме ветеранов. Да, и, к сожалению, знаете, было, ну, я вам скажу, мне было, допустим, печально это слышать. Она говорит, руководство Дома ветеранов все в чек валит. Они их очень поддерживают, пытаются стимулировать всеми возможными, там, невозможными. Но 80% персонала сформированы из жителей Калмыкии. То есть средний медицинский персонал, который работает и ухаживает. И чаще всего это женщины предпенсионного возраста, где-то от 50 до 60 лет. В каких условиях они наблюдают и живут, ну, было ее, честно сказать, ну, прям без слез, было ее сложно слушать. Такая тенденция, к сожалению, наблюдается. И в рамках вот учета миграционных процессов сейчас Сырустат этот вопрос как бы очень остро поднимает. О том, что действительно регионы, как бы вопрос внутрирегиональной миграции, он никогда так очень остро не поднимался в стране. То есть были другие проблемы. Если говорить о межстрановой миграции, внешней миграции, то это все понятно. Человек пересек границу, назад пересек границу. Здесь органы очень четко отслеживают этот момент, да. А вот то, что передвижение внутри страны, мы все являемся гражданами Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, мы имеем право беспрепятственно передвигаться по стране. Поэтому здесь есть свои нюансы. Есть нюансы по поводу того, вот ученые сейчас задаются вопросом, а кто такой мигрант и когда его нужно перестать считать мигрантом? Через какой период? 12 месяцев, год, два, три или пять лет? А может быть 10 лет? Этот вопрос он пока открыт, но есть, допустим, если говорить об международном понятии мигранта, то он предлагает считать, что 12 месяцев, если человек находится в другом месте пребывания, то он уже мигрантом не считается. Да, вот, а у нас, как бы, такая тенденция пока открытая и непонятная. Поэтому, как бы, подытоживая все вышесказанное, хотелось бы сказать, что миграционные процессы, они есть, они подвижные, у них есть и положительные, и негативные тенденции. Это однозначно для, здесь и возможности развиваться, это возможности поддержания регионального рынка труда, потому что здесь об этом тоже нельзя забывать. И странного, как бы, внутри странного рынка труда тоже нельзя забывать, потому что внешние мигранты у нас играют тоже свою роль, особую роль. Как дальше будет развиваться тенденция в этом понятии, и, как бы, политика государства. Вот в рамках нацпроектов «Демография», да, к сожалению, как бы, миграция проскальзывает, но я считаю, что недостаточно. А вот в рамках концепции стратегического демографического развития до 2025 года, там очень четко было прописано в рамках миграционного учета и вообще миграционных процессов на территории Российской Федерации, что необходимо делать и предпринимать именно регионы. Поэтому у меня все.